приветствую друзья вас на своем канале земледел сегодня 31 марта воскресенье сегодня мне нужно произвести корректировку своих приборов учета и си метр и ph метр как вы знаете что при составлении поливных растворов баковых смеси для обработки листовой обязательно нужно произвести корректировку ph и корректировка и си для того чтобы все было нормально полноценно красиво чтобы тачки не прихали их необходимо калибровать чем чаще конечно чем лучше мы допустим калибруем их два раза в неделю для того чтобы их откалибровать продаются вот такие готовые растворы есть вот такие сыпучий вот мы покупали там пять штучек принципе недорогая разводится на литр воды дисселирована нейтральная вода допустят эту баночку и используется для корректировки данная баночка для корректировки идет и симметра но эти две уже ph метр для корректировок и 7 метров есть разные раствора вот допустим мы нашли у нас в городе вот вот такой чтобы их правильно откалибровать допустим вот этот датчик идет двухточечный мне необходимо два раствора это четверочка и 686 продаются здесь у меня уже перелитые здесь у меня четверочка ровно здесь у меня семерочка для того чтобы произвести корректировку нужно просто сначала при включении измерить показатели брешет или не брешет для того чтобы смывать набрата вода дисселирована для промывки допустим промыл окунул при показаниях 4 единицы у нас является корректировка не требуется допустим вот у меня вот здесь 3 8 единиц показывает значит уже все нижний порог у меня опустился 37 показывает далее для замера опять моем и проверяем семерочку здесь у меня должна быть семерка сейчас мы прошу прощения плохо видно 6 9 показывает все получается у меня на 0 1 единицу тоже сбросилась поэтому мне необходимо корректировать обязательно промываем корректировку делаем вот этими двумя кнопками допустим темп кал нажимаем зажимаем горит циферблат и выбираем показатели допустим у меня 1 идет четверка зажимаем кнопочку центральную должна загореться таблица индикации вот они допустим меня вот час семерка здесь можно выбрать раствор какой здесь у меня четверка на пусть вот у меня выбирается он можно десятку семерку и четверку вот у меня четверка раствор нажимая четверку далее подтверждаю выбор все получать стрелочками вверх вниз мы можем корректировать вот у меня вот здесь четверка все не это и нужно далее промываем растворе выключаем для подтверждения включаем далее ведется корректировка на семерки то есть вот у меня вот здесь он брехал на 0 1 единицу зажимаем также центральную кнопку появляется индикация выбираем нужный раствор вот у меня здесь допустим семерка выбираю семерку подтверждаю выбор все у меня на себя вот этими двумя кнопочками мы можем выбирать добавлять или убавлять не убавлять ничего не нужно у меня семерка все корректировка прошла далее промывая раствор растворе чистой воды выключая для подтверждения включаю и произвожу смерку напомню здесь у меня должна быть четверка 41 41 все стабильно промывая далее здесь у меня должна быть семерка смотря 0 1 а вот все раствор стабильный корректировка прошла успешно надо просто выключаем и пользуемся и так я произвожу корректировку своего паш метра такими растворами очень хорошие растворы действуют они течение месяца потом желательно новый замешивать далее корректировку делаем и си метра есть вот такой калибровочный раствор здесь 342 единицы пипи и температуре 25 градусов так далее открываем включаем и проявляем 342 единицы у меня здесь должно быть так он у меня показывает 357 это уже получается у меня он брешет для того чтобы произвести корректировку зажимаем центральную кнопку call темп он корректировка теперь циферками стрелочки вверх-вниз убавляем до нашего показателя 342 нажимаем 342 все подтверждаем ok 342 сейчас он поморгает сохранит все корректировку пошла успешно сейчас промываем есть небольшая погрешно здесь 10-15 единиц в принципе ничего страшного и сегодня 342 350 показывает сейчас повторно делаем так зажимаем стрелочками делая как нам нужно все нажимаем ok все корректировка прошла успешно далее промываем и проверяем там долго показывает раствор может быть севшие старости допустим тоже все давно но этому где-то около месяца у меня раствора чуть-чуть под брешет но принципе не страшно 42 получается 10 12 единиц почти 10-12 единиц брешет но ничего страшного было больше сейчас смою проверим все это погрешность идет нормально потому что растворы калибровочные бывают осевшие то есть старенький поэтому погрешность небольшая нужная так далее допустим у меня есть раствор как я делаю вытяжку на ph и на иси измерения насыпаю пол стаканчика почвы у разных мест 5-6 мест выбираю потом столько же наливая воды чтобы было воды больше в два раза чем земли размешиваем ставим в темное место она настаивается там а потом уже делаем замер сейчас повторно намешаем соля потому что имеет свойство оседать поэтому обязательно так это почва у меня 6 мест теплиц по чайной ложке делала собирал вот по вытяжке сейчас посмотрим сколько у меня ph сколько у меня если по ваша раствора 66 единиц сейчас показывает с немножко подождем стабильность все она должна шестерка минимум быть потому что у меня поливная вода идет шестерка она немножко подкисляет почву все равно с немножко подождем убавляется немножко ph шестерка у меня заходит поливная вода практически каждый день даже когда кормим у меня идет шестерка раз в две недели мы опускаем допить 5 и 8 единиц допустим почему потому что огурчик все равно любит кисленькую почву также кисленькую водичку да сильно водой мы конечно не подкислим почву основном солями закисляется это все главное нам держать это все в балансе сверху обязательно мы делаем чтобы не меньше 5 и 7 единиц было у нас ph вытяжки у меня 6 и 3 полноценно показывает все это отлично это в норме промыли выключили крышечку водили теперь у меня обязательно проверка идет и 7 метров у меня должно быть в районе 1500 1400 единиц допустим у меня 1300 сейчас будет показывать потому что сегодня я полю делал просто кисленькой водой шестерочкой по этим показателям у меня по норме заходит две две с половиной тысячи и си у меня получается 1300 сейчас на 600 700 единиц у меня солей съедается растениями но это принципе норма вот это вот идет вытяжка прикорневой вот я по чайной ложке брал принципе 1300 это нормально до двух с половиной тысяч это нормально но не меньше 1100 1150 это самый минимальный порог обязательно для огурца чтобы он себя хорошо чувствовал но с 1280 это принципе нормально это я еще поливал водичкой просто кисленькой если бы корнил бы принципе полторы две тысячи показала на это нормально для огурца является нормой так что такую смерть мы делаем раз в неделю для корректировки кормежек огурца то есть друзья пользуйтесь обязательно проверяйте свои приборы потому что от них зависит состояние огурчика что друзья чего хотел показал рассказал как я делаю как я пользуюсь покупайте такие приобретайте растворы очень хорошие растворы мы пользуемся не один год так что друзья выручают что все всем большое спасибо за просмотр за лайки подписки но я потихонечку пойду маленько работать огурчики еще пока открыты сейчас буду скоро отделка закрывать на ночь уже автор уже наверно может быть помидорчики будем сеять садить высаживать точнее все друзья всем большое спасибо за лайки комментарии просмотры всем пока пока